Добрый день, дорогие зрители и читатели портала Дельфи. С вами рубрика 10 новостей и мы ее ведущие Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов. И сегодня мы расскажем вам о самом главном, что произошло в мире и в Литве за прошедшую неделю. Ситуация с коронавирусом в Литве, сокращение количества суточных проб в мобильных пунктах на фоне появления все новых очагов. Дискриминация пожилых людей. На входе в некоторые магазины появились таблички, запрещающие вход пожилым людям из-за карантина. Коррупционный скандал недели. Был ли откат? Министра транспорта обвиняют в том, что в обмен на победы в конкурсах на реновацию детских садов и школ строительная компания реновировала его семейный дом. Туризм и отдых в условиях карантина. Люди предпочитают немноголюдные места, а предприниматели сокращают зарплаты наемным работникам, но обещают не поднимать цены на товары и услуги. А Вильнюс станет первым самым большим городом Литвы с официальным нудистским пляжем. Какая у нас сегодня интересная повестка. Я вот прям с большим нетерпением жду новости про нудистский пляж. Разумеется. Ну а пока мы переходим к повседневным новостям, которые касаются состояния коронавируса в Литве. По состоянию на 22 мая в Литве коронавирус был обнаружен у 1604 человек. За последние сутки было выявлено 11 новых случаев. По данным Национального центра общественного здравоохранения выздоровели более 1100 человек. Умерли от болезни за весь период 61 человек. При этом Министерство здравоохранения Литвы с 20 мая ввело максимальное количество суточных проб, которые могут брать мобильные пункты. Так в Вильнюсе можно будет взять максимум 450 москов в сутки, в Каунасе 350, а в Клайпеде 300. С 19 мая глава Министерства здравоохранения Аурелиус Верига и представитель Национального центра общественного здравоохранения Генгрета Мегелинскеня рассказали подробности о ситуации с коронавирусом в Вильнюсе. Согласно новым данным, очагом коронавируса стал микрорайон Джермунай. Там заболевание установлено у четырех работников супермаркета Реми. Администрацию магазина обязали в срочном порядке организовать проверку всех работников. Также коронавирус был установлен у работника ресторана быстрого питания Макдональдс. Сообщается, что заразились и члены его семьи. Госпожа Мегелинскеня предположила, что случай заболевания работника Макдональдс связан не только с семейным очагом, но и с Вильнюсской клинической больницей, в которой в среду Вильнюсская прокуратура начала расследование. По новейшим данным, коронавирусом в этом учреждении заразились 40 работников и пациентов. Знаешь, в каком районе я находился в тот именно момент, когда прочитал новость о новом очаге в Джермуне? Я надеюсь, во всех, кроме Джермунай. Вот именно там я в гостях и находился. Какой кошмар. Я надеюсь, что у тебя нет никаких симптомов? Симптомов точно нет. Насчет болезни не знаю. Ой, Дима, Дима. На этой неделе вступили в силу новые правила в рамках смягчения карантина. Так, с понедельника открылись детские сады, однако в их работе в связи с коронавирусом есть новшества. Воспитатели в масках теперь встречают родителей с детьми перед входом в детский сад, у входа все дезинфицируют руки и надевают бахилы, а работникам и детям измеряют температуру. Воспитатели перед открытием прошли тесты на коронавирус, а работники, входящие в группу риска, могут работать только удаленно. Столы и стулья в группах расставлены так, чтобы дети находились как можно дальше друг от друга. Из помещений временно убрали ковры. Также с понедельника открылись казино, салоны игровых автоматов, а бары и рестораны могут обслуживать посетителей внутри. Работа этих заведений ограничена с 8 утра до 10 вечера. При этом правительство на этой неделе отказалось от требования выделять на каждого клиента кафе и ресторанов по 10 квадратных метров. Основное требование теперь – расстояние между столиками не менее двух метров. Кроме того, с понедельника могут работать кружки для детей с соблюдением принципа изоляции групп. Профессиональным спортсменам разрешены тренировки без ограничения физической дистанции. В спортклубах возможны индивидуальные занятия и занятия группами не более 10 человек, а салоны красоты могут оказывать больше перечень услуг, среди которых нанесение татуировок, пирсинг и солярии. Каких-либо новых послаблений со следующей недели не ожидается. Очередной этап смягчения правительство обсудит на заседании 27 мая. А сам карантин, по пессимистичным прогнозам, может продлиться два года. И мы, похоже, действительно возвращаемся к привычному ритму жизни, поскольку в нашу жизнь вновь вернулась политика и коррупционные скандалы. Главный скандал последних двух недель связан с министром транспорта Литвы Ярославом Наркевичем. Политику пришлось вспоминать, где лежат счета 10-летней давности за реновацию семейного дома, отвечать на вопросы сначала журналистов, а потом и депутатов парламента. По данным литовского общественного вещателя ЛРТ, Наркевич в 2007-2008 годах мог оказывать влияние на строительную компанию «Соджилс Бустас». В те годы она выиграла на конкурсах как минимум 10 проектов в Вильнюсе и как минимум 5 в Таракайском районе. Общая стоимость выполненных работ превышает 400 тысяч. Бывший владелец «Соджилс Бустас» Александр Срибниковас сказал журналистам, что он реконструировал дом министра в обмен за победу на конкурсах по реновации детсадов и школ. То есть классическая схема отката – 10%. И нынешний министр ему не заплатил за эту работу и на сегодняшний день должен более 100 тысяч евро. Вот какая странная новость. Через 10 лет вспомнил, что ему должны 100 тысяч евро. Как будто 100 тысяч евро валяются на дороге каждый день. Действительно. Все обвинения политик отвергает и считает, что против него ведется клеветническая кампания. В частности, он говорит, что дом на тот момент принадлежал его родителям, а сумма его реконструкции по документам почти в три раза меньше, чем та, о которой написали журналисты. Утверждение уважаемых граждан, как по поводу реновации дома, так и по поводу того, что я как-то помогал компании «Сочиус Бустас» выигрывать какие-то общественные конкурсы – это ложь. Как известно, еще на прошлой неделе я обратился по поводу клеветы в прокуратуру. Надеюсь, правоохранительные органы выяснят все обстоятельства. Пикантность ситуации придает тот факт, что информацию подтвердил бывший владелец Александр Срибниковос, который ранее был другом министра. Тот является крестным отцом дочери Рибниковоса. В защиту министра выступил премьер-министр Саулюс Квернялис, а Совет правящей коалиции 21 мая обратился по этому поводу в Департамент госбезопасности Литвы. По их мнению, за информационными атаками могут стоять враждебные государства, цель которых – дискредитация правительства. Президент Литвы Гитанос Науседа призывает все стороны конфликта оставить правоохране оценку ситуации с министром транспорта. Читал я эту новость и думал, вспоминал, что когда я рассказываю своим друзьям в России о коррупционных каких-то историях в Литве, то они всегда очень сильно удивляются самим фактом и таким суммам, которые фигурируют. То есть для них это совершенно маленькие суммы для министра транспорта. Ну, конечно, наверное, в России речь идет о суммах, которые на несколько нолей больше. Ну, с другой стороны и страна больше. Действительно. В Литве на рекомендации Минздрава для пожилых людей и последствий таких решений обрушился шквал критики. На входе в некоторые общественные места можно увидеть таблички с надписью о том, что людям пожилого возраста входить запрещено. Глава Минздрава Литвы Аурелию Спирига сказал, что надписи – это немудрое решение, и отметил, что распоряжения вывешивать их не было. Он считает, что это необдуманные надписи, которые вносят раскол в общество. Вице-министр социальной защиты и труда Эгли Радишаус Кенни отметила, что в последнее время в Литве стали чаще увольнять работников старшего возраста. Кроме того, людей старшего возраста реже принимают на работу. Но сейчас переходим к более приятным новостям. Карантин смягчается, лето приближается, и поэтому прямо сейчас я расскажу о том, что будет с туризмом и отдыхом в Литве в этом году. По мере смягчения карантина вводится послабление и в сфере туризма. С 11 мая гостиницам разрешено предоставлять услуги проживания. Многих иностранных гостей литовские курорты смогут принять еще не скоро, но сами литовцы уже начали планировать свой отдых и бронировать места проживания. Мэр Паланги Шарунас Вайткус в интервью Дельфи говорил, что места в гостиницах уже бронируют на все летние и даже осенние месяцы. Несмотря на позднее начало сезона и упущенную выгоду, многие предприниматели сферы туризма пока не намерены поднимать цены. Однако это негативным образом скажется на наемных работниках. Так Содра фиксирует снижение их зарплат от 7 до 10% в Паланге, Неринге, Бирштанасе, Друскиненкай и других курортных городах. С 18 мая в Литве открылись и санатории. Однако представители отрасли отмечают, что из-за действующих ограничений посетители пока не спешат пользоваться их услугами. Одним из таких отталкивающих требований является необходимость за 48 часов до приезда в санаторий выполнить тест на COVID-19. Представители отрасли также отмечают, что коронавирус повлиял и на предпочтения жителей Литвы. Сейчас они гораздо чаще выбирают немноголюдные места отдыха, поэтому особой популярностью пользуются усадьбы сельского туризма, а Тихая Нида стала гораздо предпочтительнее Паланги. В Ниде, кстати, прошедшие выходные и первые два рабочих дня этой недели провел президент Литвы Гитанос Науседа. Он сочетал отдых, работу и свой день рождения. Ранее Науседа и премьер-министр Саулю Сквернялис призывали жителей Литвы воздержаться от поездок за рубеж и отдать предпочтение отечественным курортам. Мне очень хотелось бы поехать в отпуск куда-нибудь за границу, даже, возможно, какая-нибудь Турция совсем включена, но, мне кажется, в настоящей ситуации все-таки следовало бы прислушаться к рекомендациям правительства. И ведь в Литве тоже есть море, и можно замечательно отдохнуть, посетив какие-нибудь усадьбы, которые сейчас активно реставрируются. Поэтому, мне кажется, у меня есть все шансы отлично провести свой отпуск. И поддержать местного производителя. Что же, продолжая туристическую тему, хочется отметить, что правительство Литвы в среду приняло решение выделить туристическому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса, 45 миллионов евро. 31 миллион евро выделят на меры, связанные с сохранением ликвидности бизнеса, и 14 миллионов евро на меры поощрения экономики, заявил на заседании правительства министр финансов Вилю Шапока. Эти средства предусмотрены в обновленном в начале мая плане мер по сокращению последствий коронавируса и поощрению экономики. Ну, а я продолжу туристическую тему. И, наконец-то, мы добрались до этой новости. С 1 июня впервые в Вильнюсе откроется официально нудистский пляж. Он будет находиться в Вакампии. По словам вице-мэра Витлтаса Митлоса, его открывают по просьбе нудистов. Представитель муниципалитета отметил, что они надеются на понимание горожан и специально выбрали удаленную зону, а также установили все необходимые информирующие знаки. Представитель общины нудистов Грета Пискинайте, в свою очередь, сказала, что данное решение – большой шаг вперед. И еще год назад они считали такую идею утопией. А сейчас немного о ситуации с коронавирусом в мире. Согласно новейшим данным университета Джона Хопкинса, в мире насчитывается более 5 миллионов случаев заражения коронавирусом. Первое место в этой нерадужной статистике по-прежнему занимают Соединенные Штаты Америки. Там насчитывается более полутора миллионов заразившихся. На втором месте обосновалась Россия. Общее число зараженных превысило 326 тысяч. Стоит отметить, что во вторник количество выздоровевших впервые превысило количество заразившихся. Стабильный прирост в сутки – более 8 тысяч случаев. Бразилия внезапно переместилась на третье место в списке. Ситуация в стране обостряется, поскольку до вчерашний день было выявлено более 20 тысяч заражений. Это суточный антирекорд. По количеству заражений Бразилия уже обошла Испанию и Италию. Там – более 310 тысяч зараженных. В стране-соседке Беларуси ситуация не меняется. Уже более двух недель суточный прирост превышает 900 случаев. Общее количество заразившихся – более 33 тысяч. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко сохраняет позитивный настрой. Нам надо спасать людей. Показатель один останется – смертность людей. И то, что мы в этом плане лучшие в мире, никто уже не оспаривает. Полиция станет уделять больше внимания нарушениям правила дорожного движения. По данным источников Дельфия, патрульным вильнюсской дорожной полиции указали, что в этом году они должны выявить на треть больше нарушителей, чем в прошлом. Полиция такие утверждения опровергает и уверяет, что дисциплинированные водители могут ничего не бояться. Согласно источникам, полицейские должны следить не только за теми, кто говорит по телефону за рулем, но и за теми, кто не использует ремень безопасности, по-хулигански ведет себя на дорогах, а также за пешеходами, которые нарушают правила. Представитель пресс-службы вильнюсской полиции Юлия Самарковская сказала, что столичная полиция такого распоряжения не получала, однако отметила, что этим нарушениям будут уделять больше внимания. Мы в конце выпуска еще раз призываем всех водителей быть бдительными, соблюдать все правила дорожного движения. С вами была рубрика «10 новостей» и мы ее ведущие Дмитрий Семенов и Ангелина Гудкова. И встретимся на следующей неделе. До скорых встреч!